привет друзья мы продолжаем играть в starcraft 2 и вот прям на прошлом моменте где у нас кончилась 4 миссия мы идем дальше и у нас пятая миссия продолжить и поехали ой какой красивый арт бог ты мой чёрт джимми ты много во мне не рассказывал ты чуть не опоздал мать я вас ни разу не подводил сэр это точно а теперь сваливаем отсюда всем батарея открыть фронтальный огонь запустить двигатели 2 и 6 гиперпрыжок по моей команде прыжок какого черта зерги вернулись зачем им нападать на марсару именно сейчас не только на марсару посмотрите полномасштабное наступление многие пограничные миры подвергаются разрушению огромные потери миллиарды погибших только что зерги напали на центр военных разработок пресвятая мать заступница эксклюзивная самец подтверждает что рой действительно возглавляет королева клинков мы знали что она вернется но что ей нужно она пришла завершить на 4 ой 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 кто знает чем нам придется столкнуться в этот раз нам нужно подготовиться к бою проверить снаряжение и оружие да пойду поговорю со своном в арсенале думаю он уже разработал парочку новинок мне неприятно спрашивать сэр но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике полегче мэтт тайкус мой давний приятель он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад я перед ним в долгу но у вашего приятеля список судимости длиннее чем не длиннее моего поверь мне если бы тайкус фенли хотел меня убить уже давно был бы мертв что же вам виднее сэр какая интересная режиссерская постановка что нам дают как бы двух противоположных так сказать напарников до нашего главного героя и 1 1 явно такой бы танец такой бандюган просто отбитый на голову да там суть список судимости у него другой весь такой примерный доблестный рациональный ну просто там за хороший образец хорошего человека персонаж как бы прикольно прикольно сделано я прям оцениваю давайте по подсказочкам пройдемся гиперион это наш корабль до флагманский корабль рейнера в общем это наш штаб до местный штаб что-то типа нормандии из масс эффекта только в старкрафте это гиперион арсенал арсенал важный отсек вашего корабля после капитанского мостика регулярно наведывайтесь в арсенал чтобы постоянно быть в курсе того какие улучшения вам доступны наконец-то можно деньги тратить звездная карта содержит инструктаж для всех доступны на данный момент вам заданий щелкните по звездной карте для выбора следующего задания прикольно то здесь еще и будет что ли выбор заданий я вообще вот это чуть не помню я думал это чисто раз два три такая линейная компания нет видимо выбор какой то будет архив заданий архив заданий содержит отчеты но архив не интересно ладно а кстати может быть там что-то еще было как мне туда вернуться вот тогда вернуться это механикой просто это управление на обучение нам ну да ничего подсказки только интересно я понял хорошо давайте везде пройдемся вот у нас кто-то есть ученый как когда у нас откроется лаборатория было бы здорово начать исследование а чего не могу открыть чтобы открыть это помещение нужно выполнить больше заданий тоже очень грамотно что у нас не все нам сразу доступно нужно еще что-то открыть очень прикольно так архив давайте в архив ага это можно ролики смотреть на и смотреть чем там достигли хорошо так уж шикарный у тебя кораблик джимми где ты раздобыл этот летающий дворец раньше теперь он был флагманским кораблем менгска мы смотрим позаимствовали его когда наши пути с арктуром разошлись это старушка вытащила нас из многих неприятностей кстати о неприятностях тайкус почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре и правда у тебя что молнию заела ладно раскусил мне немного помогли с побегом из тюрьмы скажем так за мной теперь должок я не выберусь из костюмчика пока не расплачусь и кому это ты задолжал кто тебя выпустил мебиусы естественно я же с ними не в музее познакомился им позарез нужны эти артефакты лучше не впутывай нас в свои дела тайкус об оплате твоих долгов мы не договаривались кто-то сомневался да чтобы танцкий товарищ думает только о себе то есть он явно не к нам пришел на своих интересах думает ладно я этого кстати не помню вообще хорда все действительно так плохо мэтт сообщение о нападениях зергов приходят со всего сектора менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет доминиона бросив пограничные миры на произвол судьбы это настоящий ад мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горстки добровольцев значит пока не будем геройствовать поднимем деньжат на мебиусах а там все немного утрясется тогда и разберемся ты кажется не понимаешь ничего не утрясется зерги не остановится пока не перебьют нас всех не кипятись мэтт никто не собирается отсиживаться просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме нужно подзаработать денег собрать людей вооружиться тогда мы еще сможем что-нибудь сделать кстати не могу не заметить интерьер вот этого корабля да и вообще его внешний вид помните там когда он был снаружи виден ну очень прям очень попахивает чем-то из вархаммера это вот видать отсылает на что starcraft starcraft же как появился посмотрели просто на вархаммер подумали что блин было бы прикольно что-то подобное сделать и там вот этим как же их звали то в старых в этом вархаммере зерги это террая что-то там ты на т какое-то слово я забыл ребята напишите в комментариях как там назывались местные зерги вархаммере а собственно люди это вот вот они люди да вот эти же костюмы это ультрамарин по сути стоит перед нами корабль очень напоминает какой-то инквизиторский корабль и вот эти элементы декора казалось бы ну как зачем в будущем какие-то вот эти изысканные штучки всякие да даже вот эта форма все очень сильно напоминает вархаммер надо же я когда проходил я не так сильно был знаком с вархаммером и вот этого всего не замечал мне казалось офигеть как уникально как они это все придумали они не придумали они взяли на бывает так арсенал опа гном и народ наш славный предводитель вернулся как выживай стал бой что нового сон ничего особенного все укрепляю войска неизвестно для чего дорабатываешь броню и оружие а улучшения все занесены в консоль но на них потребуется деньги и немалый надеюсь ты вернулся не с пустыми руками слушай я знаю что с деньгами в последнее время было туго но этот артефакт с марсарой окупит все наши расходы где-то я это уже слышал брат но теперь другое дело это я тоже слышал диалоги хорошие а тут у нас я так на так вижу будет что-то до появляется постепенно консоль арсенала с помощью консоли арсенал вы можете приобретать технологические улучшения для боевых единиц и щелкните по консоли чтобы понятно свон очень напоминает внешним гнома да хоть он и ростом примерно как рейнер но вот его моделька ну прям гном какой-то да гном инженер улучшение того что у нас уже есть это хорошо но когда у нас появятся новые разработки в арсенале шаром покатить когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое я сохраняю чертежи чтобы при необходимости наладить производство если тебе нужно построить что-нибудь особенное обеспечь меня чертежами на их находить ладно консоль давайте посмотрим база пехота до 100000 кредитов мы можем я так понимаю одно из двух выбирать до бункер баллистический ускоритель увеличивать дальность атак всех единиц еще на один да и так понимаю а это увеличивает вместимость на 2 более мощнее будут слушайте прикольно а цена не написано такого пехоты стимуляторы классно боевой щит увеличивает но еще щиты я помню да классная штука стиль стимы мне даже не так сильно нравится как щиты вообще ты прям реально классная штука медика склад медикаментов для обучения медиков больше не требуется лаборатория ну такое медики лечат быстрее эффективнее почему вот это не могу а цена вот так показывается прикольно слушать его очень удобно тебе и на картинке поясняют в чем суть и текстом поясняют на в цифрах очень классно очень удобно а тут что ну да дальность на 1 вместимость на 2 косяк стать какой-то а вот этот вопрос я могу два сразу приобрести ну наверно на пехоту до щиты мне щиты больше нравится доль больше жить будут да я судя по всему могу два прилетать потом если что могу это тоже купить да слушайте ну тогда нормально вообще ну тогда и дальность можно на один взять или придержать денег на чем более полезное давайте придержим придержим денег я не помню можно ли вообще все в принципе купить будет поэтому оставлю денег можете полезнее будет хорошо тут мы заглянули посмотрели все же да вроде все не тыкается больше идем на мостик и у нас осталось только лишь карта доложи обстановку мы мы получили сигнал бедствия с планеты агре зерги атаковали сельскохозяйственную колонию а ваш предприимчивый товарищ тайкус предлагает захватить артефакт находящиеся на монлите священной планете протасов так 100 тысяч три очка каких-то исследования пока пока темный лес это и откроют нам огнеметчик да и вот вопрос если я выберу это задание вот то то я смогу выполнить или нет а сюда считают что очередной артефакт должен быть на планете под названием монлит скорее всего его охраняют протасы фанатики они называют себя толдарим и не думай что эти толдари мы такие же добренькие как твои приятели типа зератулла потому что это далеко не так так ну слушайте я наверное сюда пойду мне нравится девушка пойду за девушкой и каких-то огнеметчиков нам дадут да да погнали входящее сообщение спасибо что откликнулись на мой сигнал командир я доктор ариэль хэнсон я представляю население колонии агрия очень приятно док можете звать меня джимом что у вас тряслось зерги разрушили нашу планетарную защиту колония обречена в течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт но зергов становится все больше и теперь добраться до кораблей не представляется возможным если вы возьмете на себя защиту шоссе мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут не беспокойтесь док мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности надеюсь что у вас получится командир зерги оказались гораздо ужаснее чем я могла себе представить дома в виде еще такая красивая конечно мы будем спасать конечно блин классика прям защита которых еще и женщина будет нам благодарна еще и скорее всего она ученый да в лаборатории у нас будет работать но это вообще упаковый красивый корабль десантный корабль спецназа огнеметчики неплохо какая озвучка так что что на закутки все обыскать у нас вроде никто не торопит я бы тут поискал чуть прикольно прикольно огнеметчик тяжелая пехота огнеметчики наносит большой урон всем наземным единицам попавшим в область поражения хорошо то есть они сплэшат и они очень плотненькие до сухой поцелуха них очень хорошая очень хорошие в связке с докторами да еще знаете что я по прошлой трансляции ну по видео да я заметил что мне как-то очень эффект и громко долбят прям в уши прям вообще жесткая что меня просто не слышно может быть пониже все чтобы именно голос мой чуть-чуть слышно было войска союзников атакованы мне надо еще мне кажется еще голоса наверно начать убрать 85 здесь может быть 45 давайте так попробуем это звук колония добрались красавец еще красавец офигенные модельки очень мне нравится так а где а вот вот наша колония я понял лимит какой подходит уже ставим можно изучить что нет нельзя и марики у меня есть огнеметчики да давайте пару мариков накинем пока экономику развиваем с этой стороны мы защищены пойдем вверх сразу колонистов космопорту чтобы дать им шанс выбраться с планеты из поселка скоро отправится первая группа колонистов так сопроводить колонистов 50 не дать погибнуть кто-то догадался построить бункеры вдоль дороги давайте туда мариков отправим никого нет когда зерги напали на нас войска доминиона бросили бункеры избежали им было плевать на судьбу колонии сожалею док что ж по крайней мере бункеры удачно расположены надо будет направить туда солдат ресурсы пока позабираем здесь бы бункер построить бункер бы здесь кого спалить солид под завязку еще ресурсики хорошо чтобы не случилось и не останавливаемся чуть такое вообще взять обозит днк вот это я вообще не помню что это дает вален смотрите как они плохо их убивают капец долго они это ворочи убивали хризолида хризолида подобрав хризолида зеркало вы получаете очко исследования которые можно потратить на разблокирование технологий подобрать короче да это наверное там было плюс 3 от наверно на этой миссии 3 этих хризолида есть поле не потерял и за виду взяли надо идти уже сюда и так понимаю да поджарить газик еще наверное подобываю уже начну требуется дополнительные хранилища на счет сейчас поставим хранилища так ну хризолида была где-то в закутке наверное надо будет от дороги отходить все таки собирать эти хризолида чертовы барак бы я хотелось а вот хризолида полин блин я восстановись это мы спасли да сколько мы спасли не видно ну вот они пошли хорошо сушки ну вроде не сложно бункеры бы такого здесь поставить и вот я кстати не знаю будут ли на меня нападать на турельки стоят на всякий случай бункер поставить мы сможем охранять все шоссе чтобы джинерку можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд или построить еще бункеры для защиты шоссе и туда не надо я понял а где 3 ахризолида надо искать скоро выходит следующая группа командир подготовьте своих людей здесь собираемся тут ресурсы пропустил как их вообще можно взять по низу на это пройти можно как-то щука и семечку бы я взял одну на починочку отсюда я бы и даже control 2 может быть сделал кредит грейды и суда реактор спалить что мне кажется вот здесь хризолида это так сюда привяжем пока так но ресурс его нашли уже хорошо да вот она точно не прогадал приказы буду а нет трогаю лин хризолида потом возьмем короче надо не завалить миссию ну да вот она нет нет собака вася просто вася но не так бегут смотрите на колодистов напали мы должны спасти на лес пас на е-мое бункер короче над я понял больше бункеров и вот этих больше все косинок нет смысла больше делать я понял улучшение нет посуда не пойдем и залитку сколько их примерно ходит один погиб до не дать погибнуть 20 колонистам надо 50 освободить довольно лояльной такой короче ну короче это в принципе не сложно должно быть побольше бункеров на тупо напихать может быть даже вот эту штучку еще вот щекай самочку тоже 2 есть у нас нет ресурсы тут уже опасно подождите нас все погнали да нехорошо мариков b4 взять сюда еще бы наперед немножко мариков слать сюда тихо 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 вот это шли вы пошла как надо он не дрогают еще смотрите негодяи неприятно блин дрогают это неприятно надо выкурить и поставить это еще может быть еще вот так защиту зафигачить самки 2 2 сюда 1 сюда рынке немножко еще вдоль дорожки знаю может быть это излишне но мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы точных координат дать не могу но эти твари направляются к вам вы которые кидаем блин нельзя перед бункером подставить очередная группа колонистов готова отправиться в путь недостаточно недостаточно минералов месторождение демонтировать можно за ресурсами здесь оказывается не нужен нормально так и вот не знаю но нам еще где-то что-то может быть тут тоже не поставить все на месте поехали приказы будут кого спалить команду и жадим я ксм китут все пролазит что такого пригодилось не умещается сделаем минералы кончаются и и мою его мою не просто из всех чулей поздно прикройте их ладно ладно просто сестры тогда база атакована блин огнеметчики не так уж и полезные оказались вопрос кстати их можно в бункере сажать да можно нормально надо просто в бункер их сажать приказы буду я уже так вот этого добраться недалеко от вашей позиции зафиксированная сейсмическая активность думаю это какой-то подземный зерк замечательно с ними как всегда не соскучишься а блин тольки вот здесь еще одно суток немножко туда ставим народу здесь такую же историю сейчас западаем по два вот этих медиков щука и семочек бы я взял они уже тут не особо нужны видите чтобы они чем или тут поактивней может даже вот так еще поставить так моряки мне больше нравится моряка давить это походу последнее кстати чуть-чуть осталось то буквально вот такой прост на ксм вообще нечем заняться тогда давай сюда их и сам жесть уже почему бы не вооружен я уже заждался или но одного потеряли обидно вот чуть-чуть я зафейлил буквально и деньги смотрите притык они все кончились давно бы так утка подгорает все понятно какие звуки страшные уходу подлянка крым да я прям знал что что-то здесь выпадет слава богу я прям очень впритык это было опасно сейчас еще может муталийский налетят прям здесь буду стоять проехать не может или что а выходит они сюда выходят я понял ну что это вроде бы все почти чистая победа на это были последние колонисты скорее улетайте мы потеряли колонии но мои люди спаслись благодаря вам командир но все обязаны хорошо 23 минутки деньжат но собрали сто тысяч неплохо целых два грейда можно сделать ветеран ветеран не потеряв и не демонтировать ни одного строения ну ешкин киота а ну хотя у меня по моему бункер один сломаю все таки да уровень сложности боец не потеряв ни одного бонетранспортера ну короче ладно чё с ним с этими достижениями главная миссия выполнена девушки помогли людей спасли мы молодцы все всем спасибо кто смотрел ставьте лайки пишите комментарии и по традиции жду вас в следующей части всем пока в следующей части мне с радостью и до 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 Субтитры создавал DimaTorzok